Подарки приготовлены, осталось упаковать. В мастерской центра образования и профессиональной ориентации кипит работа. Волонтеры проекта «Чудо в каждый дом» собрались вместе, чтобы создать подарочные упаковки для снеговиков-талисманов, сделанных своими руками. Снеговики-талисманы, для которых мы делаем упаковки, они поедут уже к нашим ребяткам, которые болеют, поедут в медицинские организации и поедут к пожилым, одиноким людям, в Дом ветеранов. Мы уже отправили две посылочки нашим воинам на Донбасс, сделали им адресные снеговички-талисманы маленькие, каждому упаковали. Это уже третий сезон проекта. В этом году волонтеры успели сделать многое – изготовить талисманы для героя, новогодние сувениры для военнослужащих и смастерить украшения для одной из городских елок. У нас была украшена елка на улице Восточной. Воспитанники детских садов со своими родителями делали игрушки для новогодней елки. И, естественно, там есть тоже наши снеговички. Создать праздник, поделиться радостью – главное желание чудесных людей. Так себя называют волонтеры. В каждого снеговичка они вкладывают доброту и тепло своей души. Чем помогут свои детям? Они им поднимут новогоднее настроение, помогут верить в лучшее, в надежду, в добро и верить также в волшебство. А вот ваши личные мотивы – собирать, помогать? Нам это очень нравится, потому что это приносит позитив, радость. И то есть нам это очень приятно делать. Позитив и радость волонтеры дарят людям и во время своих чудо-шоу. Первое такое представление состоится 19 декабря. Чудесные люди отправятся в Пензу, чтобы создать ощущение приближающегося праздника у тех, кто живет в домах-интернатах. У нас поедет целый автобус артистов. С нами едет хореографический ансамбль «Арткидс». И мы поедем в клуб «Юнс». И в наш городской детской дум будем проводить игровую программу для ребят, для детей-инвалидов, которые находятся в домах-интернатах. Волонтеры обязательно проведут чудо-шоу и в нашем городе. Показ представлений планируется начать с 23 декабря. Алексей Лазаренко, Денис Дубицкий, телерадио «Компания Заречный».